здравствуйте и добро пожаловать в телевизор программы в центре внимания мы стараемся пригласить в эту студию интересных собеседников чтобы поговорить с ними на интересные темы в июньском календаре было довольно любопытная дата 28 числа отмечался всемирный день социального бизнеса о том что это за бизнес такой и поговорим сегодня моими гостями станут профессор директор центра социального предпринимательства и социальных инноваций софу альберт сметанин и бизнес-вумент татьяна хромцова здравствуйте альберт осилищ вот хочу поинтересоваться у вас что это за праздник такое откуда его корни что такое день социального предпринимателя отцом этого праздника стал махамед юнус лауреат нобелевской премии социальный предприниматель из бангладеш видите откуда уже вот и отмечается именно в день его рождения потому что лауреат нобелевской премии он стал двух тысяч шестом году как там было сказано за усилия социально-экономическом развитии снизу вот то есть он от него идет микро кредитование микро финансирование то что сегодня уже стало как бы реальностью вот так что вот отдается дань вот именно этому человеку но когда проводит день скажем 28 числа у нас пока мы еще здесь начинаем только хотя да все равно недавно феврале стране за три года а вот у нас там и пока еще по-настоящему не празднуем почему потому что мы только в 2014 году правительство архангельской области приняло концепцию развития социального предпринимательства наш центр появился еще позже фактически только в этом году но нас на саммита социальные предприниматели уже как говорится были вот потому что это веление как говорится времени вот и поэтому в ходе вот это этого скажем празднования открылась школа онлайн вот для социальных предпринимателей то есть можно войти на сайт кто там у нас в москве у нас есть там будущее фонд наше будущее фонд региональных социальных программ и там есть наталья зверева у нас тоже есть представители здесь светлана владимировна бызова представляет наш фонд наше будущее вот они открыли эту школу школа это платная там трехуровневая можно за пять тысяч можно за 15 там тысяч ну и так далее но получить вот полезно очень информацию ну вот я так думаю что на будущий год мы уж точно сделаем что-то интересное к этому празднику подведем итоги на лучших там и социальных предпринимателей ну и какое-то сделать такое действие с вручением этих наград и так далее ну давайте разбираться все таки что такое социальное предпринимательство татьяна тюш чем отличается социальный предприниматель от бизнесмена в его обычно понимали начнем с того что это все-таки предприниматель да то есть это должна быть предпринимательская деятельность но с определенным акцентом вообще в нашей стране есть два подхода из два понимания и в мире в принципе одно дело когда социальные предприниматели вырастают из некоммерческого сектора из наших некоммерческих организаций и второе направление это непосредственно предприниматели которые осуществляют коммерческую деятельность, но параллельно решают определенные социально значимые проблемы территории, то есть берут часть обязанностей государства, муниципальной власти на себя. Соответственно, если говорить о примерах, ну, например, организация, в которой я работаю, Wellness Club, это сфера физкультурно-оздоровительная, то есть первое направление, которое определяет социального предпринимателя от любого другого, это вид экономической деятельности. Второе направление, соответственно, это те категории людей, которые трудоустроены на данном предприятии либо в данной организации. Это могут быть инвалиды, например, более 50% трудоустроены должны быть, соответственно, либо инвалиды, молодые мамы, молодые работники, которые только что, собственно говоря, выпустились из университета и так далее, и так далее. Третье направление еще рассматривают, соответственно, именно предприниматели, которые часть своей прибыли, а иногда большую часть и вообще всю прибыль, да, соответственно, направляют на социальные нужды. Они строят детские площадки, детские сады и так далее. То есть даже не на собственное развитие? Ну, то есть есть у каждого бизнеса, да, то есть есть деньги выплачиваем на зарплату, налоги, на расходы, на развитие и так далее. И себе зарплату заплатили, допустим, там, ну, 40-50 тысяч рублей. Остальные деньги идут на решение социально значимой вот этой проблемы. То есть у нас в регионе есть такие люди, которые готовы заработать себе и поделиться с другими? Да, да. У нас есть такие люди, которые не ради, собственно, наживы, а ради того, чтобы всем вокруг было хорошо, в том числе. Примеры есть. Ну, или хотя бы кому-то конкретно. Или хотя бы кому-то конкретно, да. Да, и это очень здорово. И мне кажется, что вообще с каждым днём появляется гораздо больше людей, которые думают не только о себе, но и о своих родителях, да, снова начинают думать о детях, о бабушках, дедушках, о соседях, о том доме, в котором они живут и так далее. Лично у вас что сподвигло стать социальным предпринимателем? Лично меня сподвигло то, что вообще у нас очень тяжёлая ситуация, на мой взгляд, со здоровьем. И, собственно говоря, с образом жизни. Я сама не употребляю алкоголь, не курю, веду активный здоровый образ жизни, родом из детства, из спортивного, да, мама спортсменка и так далее. Наблюдая ситуацию вокруг себя, обучаясь в институте, я видела, что это совсем не то, что я хочу видеть, да, то есть это не то окружение, к которому мне хочется пребывать. И поэтому, в том числе, в 2010 году с моим братом, с группой единомышленников мы открыли вот эту свою организацию. То есть изначально это самозанятость определённого количества людей. И, соответственно, в перспективе мы планировали как раз вот на основную нашу цель реализовать это улучшение качества жизни населения. Тех, с кем мы рядом живём. Ну и конкретно жители Северодвинска. Жители Северодвинска, да. Альберт Васильевич, Вы возглавляете Центр социального предпринимательства, САФУ. Вот как давно он был создан, и Вы уже упомянули, что, в общем-то, недавно. А какую цель он преследует? Я ещё хочу подчеркнуть по поводу отличий, что социальное предпринимательство отличается от классического, традиционного, тем, что во главу угла остаётся не получение прибыли, а решение общественного блага, социальные проблемы или смягчение этих социальных проблем. Ну и когда создавался Центр, мы ставили какую задачу выступить в роли такой координирующей платформы, площадки, поскольку это уже назрело, что сегодня мы ещё до сих пор не можем, ну как бы сказать, провести такую ревизию, сколько у нас этих предпринимателей социальных. То есть это задача номер один, судя по всему. Ну и нужно обобщать опыт и оказывать организационно-методическую помощь. И поэтому здесь вот мы планируем, что нужно создать нам школу социального предпринимателя. Потом мы планируем, что нужно создать вот народный университет, где бы также люди разных, так сказать, социальных слоёв, прежде всего, это как бы народный университет для такого, как говорят, от серебряного возраста. То есть люди, которые ещё могут, как говорится, сегодня что-то делать, но они как-то оказались на обочине. Может быть, даже в семьях там не всё ладится. А здесь они будут у нас приходить, учиться чему? Информационная грамотность, скажем, финансовая грамотность, умение ладить с людьми, правовая грамотность, ну и так далее. Ну а так, социальное предпринимательство, оно ставит такие задачи в целом, что увеличение занятости людей, формирование активности. Потому что, почему у нас многие вопросы сегодня не решаются? Мы наблюдаем пассивность людей. А вот здесь уже как раз и даёт такую инициативу. Ну и потом вопрос тоже, мы же знаем, что бизнес формировался в 90-е годы, ну и там формирование шло не очень-то легко. По другим принципам. По другим принципам, да. По другим принципам, да. И поэтому сегодня, когда мы говорим, что недостаток бюджета, ну а где, как говорят, деньги Зин? Вот в чём вопрос возникает. И поэтому, как недавно по телевизору говорят, что главный тренер сборной России, Капелло, получает 18 рублей в секунду. Поэтому, ну он, конечно, не бизнесмен, но есть люди, которые получают и побольше в секунду, чем 18 рублей. Так вот, поэтому здесь тоже нам нужно помнить, что мы живём в своём отечестве. Наш дом – Россия. И поэтому нужно подумать, а как наш, так сказать, бизнес отзовётся в экологии, насколько он будет благоприятен людям. Вот почему и вот Татьяна, вот она молодец, что нашла эту нишу, и за ней, так сказать, следуют другие. И вот если сегодня могу привести примеры, скажем, вот на наших круглых столах, когда мы несколько уже проводили круглых столов. Вот, скажем, вот чудный чай. Здесь о чём речь идёт, что Михаил Бронский – это сохранение традиций культуры Севера. В Шамковском районе чай? Да, да, чай, понимаете? Иван-чай. Да, Иван-чай. Вкуснейший, полезный. А он так, как бы где-то, все даже не смотрят на него, думают, что это трава. Скажем, в Вельске там есть Пятковский Сергей, динозаврия – это детский развлекательный центр. Вот уже хорошо, Петряев, Павел, оздоровительный центр, Плесецкий. Ну и там у нас два человека, которые даже претендовали на премию «Импульс добра». Это Рыженкова Кира и Дорофеев Тимофей. Вот, значит, Рыженкова Кира – это фактория Варавина, создала детская… Детская парковка. Да, детская парковка. Ну, видите, вот оно творчество. И поэтому мы хотим, чтобы вот этих людей надо нам поднимать. Ну, по сути, очень часто это именно семейный бизнес, когда родители, дети, супруги объединяются и что-то делают. И второе направление – это есть некий внутренний посыл, что я хочу для себя, для своего ребёнка, для окружающих. И, соответственно, подтягивается масса единомышленников. Соответственно, появляется вот такая вот деятельность. А вы можете помочь занять вот эту нишу? То есть как придумать это креативное начало, которое позволит и мне реализоваться, и моей семье жить хорошо, и другим? Ну, вообще сейчас есть потрясающая интернет-возможность, да, можно просто войти в интернет, забить слова «Либо наше будущее», «Либо фонд наше будущее», официальный сайт. На этом сайте есть все возможные ссылки на различные их уже созданные, да, так скажем, сайты дочки, условно назовём. Там есть каталог социальных предпринимателей, где можно посмотреть, кто в нашей стране уже занимается, кто чем занимается. И даже кратко там представлены презентации бизнес-планов, цели, задачи, там, сколько нужно денег на то, чтобы открыть данные создания и так далее. Соответственно, тут сразу обращение к социальным предпринимателям Архангельской области, да, о том, что заходите на этот портал, регистрируйтесь, и, собственно говоря, наш региональный фонд социальных региональных программ будут знать, да, будут знать о том, что мы есть, и уже будет возможность как-то совместно какие-то вещи крупные делать, да, обучаться, контактировать и так далее. Вот. И там же на этом сайте есть история социального предпринимательства, партнёры к обучению, есть бесплатные формы обучения. Например, вот Михаил Бронский, который занимается производством чудного чая, я в 2012 году у нас была возможность пройти бесплатно через конкурс, естественно. Опять же, конкурс в интернете был объявлен. Мы прошли обучение в Санкт-Петербургском государственном университете, высшей школе менеджмента, управление проектом в сфере социального предпринимательства. Была такая специальная программа, первая в России. Сейчас эти программы есть и в МГО, и в СПБГО, их можно пройти бесплатно обучение, различные фонды поддерживают, фонд «Сити», фонд «Сити», фонд «Наше будущее» и так далее, и так далее, «Северсталь». То есть возможности есть, было бы желание и фундаментальное образование получить, уже двигаться в этом направлении. Альберт Васильевич, а центр готов стать тем проводником и помочь, что называется, стать на ноги? Да, конечно. У нас есть тоже страничка, где мы говорим о наших планах, о тех круглых столах, где мы участвовали. Сегодня даже этой проблемой заинтересовалась общественная палата. Был круглый стол, я тоже участвовал в общественной палате. И вот там было принято решение, что рекомендовать Минэкономразвитию, чтобы они вместе с другими, как говорится, министерствами, создали... Вот я даже могу прочитать, что рассмотреть с отраслевыми министерствами возможность организации подготовки социальных предпринимателей на базе центра социального предпринимательства. Видите? То есть мы чувствуем такую поддержку. Некий госзаказ. Да, госзаказ как бы. То есть нам уже нельзя сворачивать с этого пути. Ну а так, конечно, мы можем стать... Но здесь тоже есть одно «но». Скажем, почему я считаю, что в это дело должен включиться более активный и крупный бизнес, не только маленький, как говорится, индивидуальный предприниматель или малый бизнес. Но здесь вопрос состоит в чем? Что на федеральном уровне нет правового определения, что такое социальный предприниматель. То есть нормативная база еще не создана? Да, не в полной степени. И вот когда начинаешь говорить, что давайте мы откроем в строящемся доме на первом этаже детский центр. Мне сразу говорят, кто будет платить и так далее. То есть нужно здесь решить, что такое социальное предпринимательство и каковы преференции. Потому что бизнес есть бизнес, правильно? И поэтому он не будет просто так, как говорится, тоже тратить деньги. Это уже бывает, конечно, там Баффеты, которые там миллиарды тратят. Но у нас еще мы не нашли. Более приземленно. Да, более приземленно. Так что поэтому вот здесь мы уже, вот эти вопросы, но здесь они решаются. И когда была Ольга Николаевна Епифанова на одном из круглых столов, она сказала, что в Госдуме уже внесено, в первом чтении даже прошел, прошли слушания о том, что внести закон о малом и среднем бизнесе, ту часть, которая коснулась бы социального предпринимательства. Вот все это белое пятно, сделать не белым пятном, а реально что, что такое социальное предпринимательство, каковы льготы будут для бизнеса. Ну тут, да, но тут даже скорее задача не в том, чтобы, вот насколько я понимаю, да, и общаясь вот с предпринимателями, не столько уже существующий бизнес сделать социальным, да, то есть сколько помочь на уровне стартапа. А для этого нужно все-таки понять, что это субъект малого и среднего бизнеса, или же это может быть некоммерческая организация, которая осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии со своим уставом, да. Сейчас это немножко непонятно. Плюс виды экономической деятельности, какие подпадают под это направление. Действительно, есть бизнесы, которые по определению не могут быть, скажем так, очень большими, да, и не могут зарабатывать миллиарды. Если мы говорим о детских развивающих центрах местных, которые обслуживают там 2-3 дома и так далее, но зато они это делают настолько эффективно и адресно, да, то есть, ну вот это, вот это, и они всегда будут нуждаться в поддержке, потому что аренда, налоги и так далее, и так далее. Так вот, здесь-то и важно, чтобы была поддержка со стороны налоговых структур. Вот, например, Олег Перов, он же является основателем фонда «Наше будущее», и он первый, можно сказать, ну, как бы сказать, такое системное дал определение социального предпринимательства, его команда. Так вот, они что сделали, скажем, на заправке одного лукойла, я вижу, пироговая. То есть, что значит? То есть, они разрешают использовать свою базу для малого бизнеса социального. Вот сегодня в чем дело. И когда я говорю с руководителем Архангельского ЦБК, значит, я говорю, у вас ведь тоже есть структуры такие, которые вы могли бы разрешить использовать малому социальному предпринимательству. Он говорит, да, мы можем, но если бы еще это было как-то узаконено, тогда бы все легче. И тогда уже действительно дом построили, собственник есть дома. Ну, и он говорит, хорошо, я даю отчуждение в пользу социального предпринимательства, прежде всего здесь детские площадки, там детские центры, там какой-то клуб по интересам. И тогда и вопросов нет. Скажут, все, я там 40 метров выделил. А удалось ли уже быстро эту работу с региональными властями? Да, так, конечно. Ну, вот я же говорил, что правительство Архангельской области, оно это поддерживает, и Министерство экономики, и все другие там, и очень активно работает Министерство социальной политики занятости. И здесь уже мы, в принципе, договорились о том, что сегодня же есть 442 закон, который позволяет фактически студенту стать социальным индивидуальным предпринимателем, исполнять социальные услуги, значит, и он будет за это получать какую-то сумму денег. Ну, скажем, он организовал доставку питания человеку, который сам не может это получить, там еще что-то. То есть сегодня даже здесь можно, как бы сказать, государство может на условиях аутсорсинга отдать часть своих функций. И вот опять же, скажем, молодой человек, он сегодня еще не специалист в чем-то, но он может выполнять такие небольшие виды деятельности и за это получать еще что-то. Ну и по линии Министерства экономического развития тоже с прошлого года появилась программа поддержки социального бизнеса, уже существующего, опять же, не менее года. Можно выиграть грант, субсидию в размере 500 тысяч рублей на развитие. Соответственно, например, если мы говорим про волны с клуб, в прошлом году мы участвовали в этом конкурсе и получили денежные средства на приобретение дополнительного оборудования. Мы приобрели анализатор состава тела, чтобы знать качество тренировок и так далее. И обучение сотрудников. То есть каждый сотрудник нашего клуба в 10 по 16 августа, например, пройдет обучение неделю целую. Соответственно, с утра до вечера работа с особыми слоями населения. У нас у каждого первого есть какие-то осложнения здоровья, кого-то грыжа, и каждый первый человек, житель города, житель области. То есть у каждого человека есть какие-то отклонения. Как говорят, врачи нет здоровых, нет, есть недообследованные. И очень часто человек приходит, ну и его спрашиваешь, чтобы подобрать ему определенный вид занятия физической активности, какие есть медицинские противопоказания. Он говорит, я здоров абсолютно. Начинаешь проверять? Начинаешь проверять. Тут кольнуло, там колено, тут спина, тут дыхание, тут еще что-то, тут сердце. То есть по всем системам. Тут беременные, тут подростки, тут пенсионеры. Со всеми группами населения должен быть особый подход. Чтобы это было качественно, нужно этому учиться. На это нужны очень большие средства. Вот, соответственно, эта программа уже нам помогает. Я хотел добавить, что в принципе у нас есть такое понимание со стороны Минэкономразвития и сельского хозяйства, агропромышленного комплекса о том, чтобы нам, у меня тоже голубая мечта, создать школу фермер. Потому что сегодня в городе есть люди, в связи с тем, что идет сокращение, иногда производство, люди не заняты. Но в то же время земля пустует. А если земля пустует, это же плохо, правильно? Ну, а так, если человек, как говорится, не обученный человек, он может психологически даже не быть и готовым. Он не знает, как получить этот грант в Минэкономразвитии и сельское хозяйство. То есть это бумажная волокита, как просто по-народному? Да, да, да. Она отбивается желанием. Да, так вот, поэтому, если мы создадим эти две школы, социального предпринимателя и фермера, то уже как-то будет им легче. Как говорят, чудеса бывают только в цирке, но подготовленные. Даже там? Да, специально обученными людьми. Ну вот если чудес перейти к делу, все-таки ваши планы на ближайший год? Мы уже много чего назвали. Да. А за что возьметесь в первую очередь? Так вот, в первую очередь, я думаю, что наша миссия состоит в том, чтобы соединить возможности бизнеса, малого и даже большого, возможности государственных структур в лице министерств, ведомств. И вот сделать условия, создавать условия благоприятные для развития социального предпринимательства. Ну то есть, это опять же через обучение, через выделение грантов для соревнований, значит, конкурсы, смотры. Вот это все, я считаю, необходимо. Ну и вот, что действительно в перспективе, чтобы эта дисциплина даже появилась как учебная дисциплина. У нас Татьяна, она же не просто только предприниматель, она станет магистром. Именно по направлению социального предпринимательства. То есть, нужно все равно, как говорится, все начинается с обучения, с умения, с проведения практик соответствующих и так далее. Так что, я думаю, вместе мы можем осилить. И вместе, в том числе, со средствами массовой информации. Мы всей душой. Татьяна, я так понял, что став социальным предпринимателем, вы не пожалели. А в завтрашнем дне вы уверены? Мы уверены. Я могу даже сказать, что 3 сентября в ЛНС-клуб исполняется 5 лет. То есть, мы прошли достаточно серьезный и трудный путь становления, поддержки друг друга, да, там и так далее, и так далее. Сегодня мы уже достаточно сильная организация, да, в городе. Начинали мы в полуподвальном помещении на окраине города. Сегодня мы находимся в центре города. Площадь выросла в 3 раза. Увеличилось качество услуг, да, увеличилось количество персонала, количество клиентов и так далее, и так далее. Это не может не радовать. Например, сейчас обязательно хотелось бы отметить тот проект, который есть. Партнерский проект нескольких социальных предпринимателей. Движение Победного лета, когда все лето на берегу моря в Приморском парке проходят тренировки. Для всех желающих абсолютно бесплатно. То есть, это наши ресурсы. Мы абсолютно бесплатно для всего города делаем эти вещи. Соответственно, люди приходят и занимаются. Возможность появляется у тех, кто не может себе позволить пойти, собственно говоря, в зал и заплатить за эти услуги. Вот. Но и в перспективе мы прекрасно понимаем, что у нас непочатый край и есть куда еще развиваться, расти, строиться. Я думаю, что все впереди еще. В таком случае, лишь удачи вам и только вперед. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Спасибо. А тех, для кого зарабатывание денег не самоцель, а лишь стимул к более важным проектам, рассказали директор Центра социального предпринимательства и социальных инноваций Сафоль Берт Сметанин и бизнесвумен Татьяна Хамцова. На этом программа подошла к концу. До новых встреч в эфире канала ПС. Редактор субтитров А.Семкин